Праздник мира и труда – самый яркий и радостный праздник. В этот день мы вспоминаем людей, которые своим доблестным трудом снискали уважение и почет. Филатов Владимир Петрович – земляк, офтальмолог, ученый, герой сферистического труда. В 1917 году он предложил оригинальный метод восстановительной хирургии – пластику на круглом кожном стебле. Этот метод применялся также в годы Великой Отечественной войны. В 1944 году был избран академиком Академии медицинских наук. Организовал первый в мире противоглоукомный диспансер. Выдающим в достижении мировой офтальмологии явился разработанный метод пересадки роговицы. В 1936 году по инициативе Филатова в Одессе был открыт Институт экспериментальной офтальмологии. В 1941 году здесь разместился военный госпиталь. Филатов с группой сотрудников был эвакуирован в Ташкент, где также развернул гласной госпиталь. В 1950 году академик Филатов присвоен звание Герой стилистического труда с вручением ордена Ленина золотой медали «Серкомолот». Всего он награжден четырьмя орденами Ленина, орденом Отечественной войны 1-й степени, орденом Трудового Красного Знамени. Золотой медалью имени Мечникова является лауреатом Сталинской премии. В Армаданове парк культуры и отдыха Нойстыми Филатова. Владимир Сергеевич Поросенков, народный врач СССР, заслуженный врач России и Республики Мордовии, почетный гражданин поселка Армаданова. Родился 23 августа 1930 года в селе Четвертаково, ныне поселок Тургень Вардатского района. В 1956 году он возглавил Ромадановскую больницу и сразу же пришлось браться за хозяйственную деятельность. Проводить водопровод, возводить новые здания, реконструировать старые, строить квартиры врачам. Помимо организационной работы занимался основной своей деятельностью хирургией. Всего сделал более 6000 операций на органах брюшной полости и щитовидной железы. За самоотверженный труд Владимир Сергеевич Поросенков награжден орденами и медалями. Семейная династия врачей Поросенков имеет общий трудовой стаж более 123 лет. Сколько спасенных жизней стоит за этим? Владимир Сергеевичу благодарен тысячу пациентов. О нем слагают стихи. Есть славные люди в родимом краю. Они в нашей жизни, как факел, так в щедро нам жизнь посвящают свою. И звездами светят во мраке. Владимир Сергеевич, это о вас пролог небольшого сказания. Не зря благодарны вам тысячи глад. Примите любовь и признание. Приехали вы молодым в наш райцентр. Больницу возглавили смело. Служить верно людям ваш главный акцент. Призвание врачебное дело. И вот вырастают уже корпуса. Чтобы было где людям лечиться. Главврач операции делает сам. Здоровье пусть дарит больнице. Больницу вы все оснастили сполна. Чтоб ставить диагноз умело. Чтоб новое и быстрое в лечении волна уже применялось бы в дело. Все есть. Поликлиника, стационар, роддом и молочная кухня. И грязь лечебницы здесь не пиар. Стремление к добру не потухнет. И сам вы талантливый врач и хирург. Известный в Москве не случайно. Успехи пришли через знание и труд. Дар Божий вам дан. Не тайно. И сын, и сноха, и надежный ваш внук избрали стезю непростую. Они эстафету достойно несут. Людей для здоровья врачуют. Просковья Васильевна Елизарова. Герой социалистического труда из Рамаданского района. Она работала в селе Котюнова бригадиром свекловодческой бригады. Ежегодно они переуполняли взятые на себя социалистические обязательства. Применяли передовые методы обработки сахарной свеклы. И не считались со своим трудом и временем. В 1958 году Просковья Васильевна Елизарова была избрана депутатом Верховного Совета СССР. Неоднократно бывала на выставке достижений народного хозяйства. В 1960 году за большие достижения в труде ей присвоено звание Героя социалистического труда. Тягушев Васильев Арламович. Кавалера Орденов Трудового Красного Знамя. Знак почет дружбы народов. Долгое время он руководил Рамаданом межрайонным межхозяйственным предприятием по откорму животных со вхозом Маяк. Есть люди те, что двигают прогресс. И смелые, и умные, и практичные. Питают к жизни здравый интерес. К тому же труженики все они отличные. Живет в районе знатный наш земляк Василий Варламович Тягушев. Вся жизнь его нам светит, как маяк. Гордимся им и не скрываем радости. Он сельский труд на практике познал и армию прошел вполне заслуженно. А Волгоградский институт ступенькой стал, чтобы цель поставить важную и нужную. Стать председателем колхоза – это честь. Но и ответственность большая и серьезная. Да, у Василия Варламыча есть дар, чтобы вершить дела колхозные. Вот в Рамаданову приехала зачалок он. Теперь директор межколхозной откормбазы. Со всеми вместе поднимал он наш район. Талант хозяйственника проявился сразу. Узнав способность с знанием подкрепленную, вновь в министерстве должность предложили. А вскоре откормбаза межрайонная. Здесь дело развернул намного шире. Совхоз маяк, его инициатива и детище с большим потенциалом. Внимание к людям, строятся квартиры. Всегда в работе, о себе же забывал он. За труд самозабвенный, бескорыстный, дан орден знак почета по заслугам. Коллегам не давал на месте киснуть. Хозяйство развивал. Был делу другом. И звание зоотехника заслуженного Василию Варламычу присвоили. Он знал в лицо, оценил всех своих тружеников. Производительность труда почти удвоили. И орден трудового красного знамени, заслуга и его, и коллектива. Таких людей исконно уважаем мы. Они несут так много позитива. Еще одна награда есть и гордость. Дружба народов, орден столь высокий. Он за талант особый, знаем твердо. Его питают от земли родимые соки. Так пусть же люди украшают свою страну и свой любимый край. Богатство Родин трудом приумножают. Растят в широком смысле урожай. В Рамаданове есть аллеи героев. Здесь установлены бюсты выдающихся сынов и дочерей Рамаданского района.